Ну, хорошо, значит, мы остановились, мы обговорили всю эту историю с неким сравнением, да, покупки, но у нас начиналось все. Студы, да, и отталкиваясь уже от, а также от денег, которые как бы не попадают в руки женщины, мы говорили о том, что есть разные сравнения, разные сравнения того, каким образом женщина становится некудешит с тем, что происходит с хананейским рабом, с тем, что происходит с выкупом, с трумой и так далее. Мы говорили об этих сравнениях, что эти сравнения не случайны, а также о том, что сама по себе постановка вопроса, который мы встретили в Талмоне, выясняет механизм, собственно говоря, того, что же должно происходить во время этого самого Кедушина. Это должно быть удовольствие какое-то присутствует при этом, то есть женщина получает какую-то как бы пользу ощутимую. Это должен быть объект определенный, который, собственно говоря, формально определяет вот этот самый акт бракосочетания, лучше сказать, Кедушин. Все это мы с вами говорили и остановились на этом эпизоде, где рассматриваются другие способы вручения денег. И вот эти другие способы вручения денег, сейчас мы про них и прочитаем. Здесь говорится следующее. Это мы читали. Это мы читали. А еще он говорит, вот этот Чиншнир, да. То есть это, получается, говорит уже сама женщина. Она говорит, дай сотню какому-то, я буду тебе посвящена. И нам об этом говорят, что мы кудэшит, что она, что таким образом можно совершить такие души. И Гемара даже поясняет таким образом по закону человека, который является поручителем. Немножко странная история, да. То есть мы вроде бы, речь шла все время о том, что мужчина на Кадеш, да. А в данном случае инициатива вроде бы у женщины. Женщина говорит, что дай сотню такому-то, а я буду тогда тебе посвящена. То есть меняется вроде бы инициатор. И мы видели, что сама по себе смена этой инициативы, она, в общем, изначально нам казалась невозможной. Здесь, ну, или, по крайней мере, были какие-то намеки на то, что, да, вот мужчина должен, а не женщина. Но здесь получается, что, в общем-то, женщина выступает в качестве инициатора, и деньги получает не она. Поэтому, например, если в данном случае говорится о том, что она некудешит, то есть что она, что такого рода действие, оно корректно для заключения брака, для кедушин, тогда получается, что все те наши рассуждения о том, что необходим какой-то предмет, да, который будет передан ей, здесь отпадает. Так кажется, по крайней мере, да, то есть предмет отпадает, потому что предмет она вообще никакого не получает. Она говорит, передай. С другой стороны, если мы говорили о том, что есть в этом, должно быть в этом какое-то удовольствие, должно присутствовать, да, то есть какую-то пользу она должна из этого извлечь, то это вполне возможно, что подходит, потому что она, видимо, не просто так говорит, что передай деньги такому-то, но что она должна ему денег, или он является ее близким родственником. То есть здесь это опускается. Важно то, что она каким-то образом в этом заинтересована. Он удовлетворяет ее этот интерес, значит, мы предполагаем, что она извлекает из этого кого-то какую-то пользу. И, оказывается, Маку Дэшит, несмотря на то, что она, собственно говоря, являлась инициатором, хотя и при инициативу тоже не совсем понятно. То есть если речь идет о неком контексте разговора между мужчиной и женщиной, мужчина хочет, так сказать, предлагает ей, как ему бы сказать, руку и сердце, он говорит, что я хочу на тебе жениться, она говорит, ну, обычно делают это с помощью денег, да, то есть она говорит, ты деньги дай вот тому, ну, дай тому, мне не надо давать, дай тому, я буду тебе посвящена. То есть и про инициативу тоже здесь неоднозначно, что эта инициатива исходит от нее, но раза, по крайней мере, да, то есть вербализация, а про вербализацию мы тоже говорили, да, что должны быть произнесены какие-то слова, хотя у нас была и такая мысль, в смысле, у нас, у Талмуда была такая мысль, что, возможно, хватает некого контекстного разговора, не обязательно должна быть какая-то фраза. Но в данном случае фраза точно принадлежит, да, то есть вербальный акт принадлежит женщине. Но закон, по которому она оказывается, да, посвященный мужчине, сравнивают с поручителем. Причем здесь поручитель. Нам говорят С поручителем связь нам описывается следующим образом. А поручитель, он не получает никакого удовольствия, то есть никакой пользы он не извлекает из своего проручительства, но себя в каком-то смысле закладывает, да, то есть он идет на то, чтобы каким-то образом быть должен, оказаться в долгу. Ну, если буквально, то он сам себя куда-то вручает, да. Так и женщина нам говорят, несмотря на то, что она сама не получает пользы, да, это вот как раз в сторону того, что она должна получить какую-то пользу, она как бы себя вручает, припоручает. Получается, что она это делает как бы по аналогии, по аналогии с законом о вот этом самом поручителе, который у нас снова суда здесь, да, имеющийся, то есть поручитель – это когда вот человек дает суду, есть должник, есть тот, кто дал суду, есть поручитель, который в случае, и если тот, кто занял деньги, не вернет их, то тогда, собственно говоря, поручитель будет вынужден брать деньги. Это и называется, что он себя как бы заложил в зеленом углу. И почему-то вот такого рода аналогию Талмуд решает нам показать, да, то есть поэтому получается, что женщина как бы может, если мы вот из этого исходим, из закона о поручителе, то вроде бы и женщина тоже должна оказаться, то есть должна сработать, такой механизм тоже должен сработать. Если мы говорим, что здесь проводится такого рода аналогия, и такого рода механизм должен сработать, то по сути дела мы сопоставляем, что мы сопоставляем в каком смысле денежные взаимоотношения, да, с взаимоотношениями, или по крайней мере с механизмом, да, который вот работает в том числе и в кедушин. Вот эти имущественные отношения, они вроде бы являются аналогами. Да, Илья? Если проводить полную аналогию с денежными отношениями, то кажется, что поручитель несет ответственность, когда обязательства другого человека не исполняются, ну вот кто-то взял кредит, не вернул вовремя, и поручителю переходит это обязательство. Так и с женщиной, значит, аналогично, то есть что-то должно не произойти, чтобы она стала человеком, отвечающим за это. Нет, здесь говорится лишь о том, что на самом деле аналогия такая, что над поручителем, да, то есть нечто нависает, и над женщиной нечто нависает, то есть раз она может это сделать, нависают разные вещи совсем, да, над ним нависает угроза того, что он должен будет что-то выплатить, а над ней нависает, в общем-то, не угроза, а то, что она принадлежит этому мужчине. То есть аналогия неполная, конечно, аналогия только в том, что и в том, и в другом случае у человека оказывается как бы во власти другого, в определенном смысле, да, то есть во власть другого можно попасть даже тогда, когда ты сам, ну, как бы не получил ничего. Вот в этом аналогии. Ну, хорошо, для чего это, мы пока не очень понимаем, да, то есть она выглядит довольно странной, эта аналогия, действительно, она неполная, она говорит лишь только о распространении, как бы чего-то, да, распространение влияния другого человека на того, кто вроде бы не участвовал в самом, в самой передаче денег, да, то есть у нас, получается, есть передача денег, передачу денег, а мог бы рассматривать как необходимый совершенно формальный компонент сделки, а тут оказывается как бы вот со стороны человека, вроде бы он не участвует, а тем не менее оказывается вовлечен. Вот и женщина, она вроде бы не участвует, но оказывается вовлеченна. Ну, мы подумаем в дальнейшем, зачем нам вообще поручитель вдруг здесь появился, и какой в этом смысл, помимо, собственно, самой логической структуры, которая вроде бы понятна, хоть и вызывает какие-то недоумения, но, тем не менее, в общем, предположим, да, скажем так, предположим. Ну, хорошо. Дальше приводится еще один случай. Насматривается другой случай. В другой случай он как раз в том состоит, что не участвует теперь не женщина, а не участвует теперь мужчина в самом вот этом акте передачи денег. То есть мы видим, что там как бы формально играет с этим, да, а что как бы раздумывает, а что, если женщина не участвует в самом передаче денег? Хорошо. А что, если мужчина не участвует в самом передаче денег, теперь спрашивает, как бы талмут, да? Ситуация такая, что человек говорит, вот тебе сотня, и будь женой какого-то и такого-то. То есть не сам мужчина осуществляет этот кедушин, а кто-то как бы за него осуществляет этот кедушин, и нам говорят, что все нормально работает. Почему работает? Почему это работает? Это работает по аналогии теперь уже с рабом хананейским. Как это работает? Аналогия такая, что хананейский раб, несмотря на то, что он сам ничего не потратил, если его выкупают, например, да, то есть кто-то может взять и выкупить. Вот этот раб, хочу, чтобы он вышел на свободу, дает деньги господину этого раба, и тот выходит на свободу. И нам говорят, смотрите, вот этот хананейский раб, он ничего не потерял, да, то есть у него нет никаких затрат, и он вышел на свободу. Также, нам говорят, и здесь этот человек, мужчина, который окажется сейчас вот-вот мужем, он сам ничего не потратил, хотя вроде бы должен был, да, так же, как там. Женщина должна была что-то получить, да, но ничего не получила, получил кто-то другой. И она, тем не менее, оказалась в ведении, как бы, да, человека, который получил деньги. Так, здесь аналогия такая, что хананейский раб ничего не потратил и вышел на свободу. Этот мужчина тоже ничего не потратил и получил не свободу, а женщину. То есть здесь можно было бы пойти в соблазн есть, конечно, сказать, вот свобода и женщина, хотя вроде бы это, наоборот, не свобода, но тем не менее, да, то есть здесь для хананейского раба свобода, а для мужчины – женщина, которая, в общем, свободой вроде бы как не совсем является, но тем не менее, вот и он тоже что-то получил. Аналогия тоже неполная. Аналогия только в том, что, значит, и в том, и в другом случае, третье лицо, которое как бы не участвовало в самой операции, да, тем не менее, оказывается, в нее вовлечено, да, то есть оказывается, в каком смысле, даже объектом этой самой операции, да, вот хананейского раба разы кто-то заплатил и освободили. И здесь этот человек ничего не давал, а мужем оказался, да, то есть ему предоставили, кто-то за счет своих денег предоставил ему, жену. Нам говорят, что и это тоже работает. То есть и то, и другое, когда в первом случае женщина оказывается вне передачи денег, во втором случае мужчина оказывается вне передачи денег, и тем не менее и то, и другое может оказаться кедушин. Ну, хорошо. И дальше Далмуд приводит еще один вариант. Еще один вариант. Сейчас он где. Вот. Значит, еще один вариант. Какой? Далмуд обыгрывает, как бы, вот эти ситуации. Еще одна такая. Она говорит. То есть теперь она говорит, что дай сотню такому-то, и я буду ему посвящена. То есть теперь этот мужчина, как бы, оказывается в стороне от денежной операции. Более того, он еще и получает какую-то сотню. И женщина тоже оказывается вне передачи денег. Деньги передает кто-то другой. И передает деньги он тому, кто, собственно говоря, будет мужем. То есть он, как бы, здесь муж приобретает жену, сам ничего не теряя. А женщина оказывается в ведении мужа, несмотря на то, что сама ничего не получила. А мы думали, что, значит, она должна что-то получить. Ну и получается, что вот такой вот случай, он своеобразный синтез двух предыдущих. Да, или такой микс вот этих двух предыдущих. Далмуд говорит, что на кудэшет это допустимо. Медин шнэгэм. То есть вот исходя из двух параллелей. То есть этот случай содержит в себе аналогию двойную. Аналогию с поручителем и аналогию с хананейским рабом. И Далмуд говорит так. Ареф. Лафафальгавды локаматы ганаа лиды камишабит навша. Аид танами. Афальгавды локаматы ганаа лиды камиканья навша. То есть этот поручитель, несмотря на то, что ничего не получил, никакой пользы никакой в его руки не пришла. Тем не менее он себя вручил. Или себя как бы буквально поработил свою душу. Так и эта женщина, несмотря на то, что ничего не получила, она поработила свою душу. Но тогда-то он говорит, ми дамы. То есть если мы основываемся только на параллели с поручителем, то тогда у нас получается, что этот случай не очень похож. Почему? То есть тот, кто выкупал поручитель, который себя вручил, он все-таки имеет какую-то потерю денежную, но потенциально. А этот мужчина, который, собственно говоря, получает жену, он вообще ничего не теряет и получает женщину. То есть вот с этой стороны, да, со стороны мужчины не работает аналог поручителя. Ну, тогда-то он вот говорит, эветкна, не юхиах. Но зато со стороны хананейского раба все нормально. Почему? Потому что хананейский раб, дыло, кахасыр, мамоновый, каханы, навшин, он ничего не теряет и приобретает себя. Ми дамы. То есть, а эта аналогия, она как бы хромает. Потому что там, в случае с хананейским рабом, то есть в случае с хананейским рабом, что происходит? То есть, тот, кто продает раба, он получает какие-то деньги за это. А в нашем случае женщина, которая себя вручает или как бы продает буквально, она ничего не приобретает. То есть, аналогия хромает с другой стороны, да? Ну, хорошо, но она хромает с другой стороны, поэтому нужны, собственно говоря, две аналогии. И поэтому вот этот случай, когда она говорит, дай сотню такому-то и буду посвящена ему, я должен на самом деле объединить и хананейского раба, и поручителя. И тогда, собственно говоря, у нас такого рода ситуации оказывается рабочий по аналогии с двумя вот этими законами. Законами о поручителе и законами о хананейском рабе. Очень странное, конечно, рассуждение, да? И мы уже говорили об этом, да, что он рассматривает в каком смысле не то чтобы реальные случаи, здесь это очевидно, да? То есть, он явно играет с тем, чтобы проверить, прощупать, как же, собственно говоря, должно все это работать. Ну и по ходу дела нам даются вот эти самые аналогии, да? Эти аналогии, они, как мы видим, довольно-таки неполноценные с одной стороны, да? А с другой стороны вводят в каком-то смысле в разговор. С одной стороны поручителя, а с другой стороны вот этого самого хананейского раба. Что здесь можно сказать по этому поводу, да, по поводу поручителя хананейского раба? Наверное, если мы будем думать о некой катарической, да, составляющей, если предположить то, что она здесь есть, то, по-видимому, да, и здесь мы видим, инициатива в двух случаях принадлежит, собственно говоря, самой женщине. Она говорит, она, по крайней мере, произносит, да, какие-то слова, неизвестно, кто является инициатором, но она является в любом случае произносящей вербальный акт, который как бы необходим для того, чтобы что-то такое произошло. Хотя мы не исключаем, да, возможность некоторой договоренности, предварительной, которая между ними существовала. Так вот, если говорить о поручителе, то, конечно, приходит в голову роль, предположим, Моисея, да, Моисей является кем? Он является посредником, но в каком смысле он является поручителем? Ну, может быть, Моисея, может быть, вообще, да, можно говорить о праотце, это Авраам, предположим, когда Авраам, еще нет народа, еще нет, собственно говоря, самой женщины, или она есть потенциально, да, то есть, или сам Авраам представляет из себя такую женщину. Но когда мы имеем дело с вот этой ситуацией, наличие Моисея, Моисея и Аарона, можно сказать, да, и двоих, которые в каком смысле являются чем-то между Богом и народом Израиля, то есть, Моисей является своего рода такой вершиной, скажем так, народа Израиля, да, то есть, фигурой, возвышающейся в каком смысле над народом Израиля, и он, мы знаем, да, в культуре, что многократно он являлся своеобразным поручителем, да, когда он просил Бога простить народ Израиля за то, за все, Бог говорил, я сотру все это, сделаю из тебя, сделаю народ, да, и будет, как бы, новая женщина должна была бы возникнуть, а Моисей говорил, что нет, 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 давай, как бы, оставь тот народ, который. Это то, что приходит в голову в плане вот этой аналогии с поручителем. А то, что говорится про хананейского раба, то здесь в каком смысле противоположны, да, то есть, если Моисей возвышается над народом Израиля, то хананейский раб, как бы, оказывается, нижней точкой, что ли, да, нижней точкой народа Израиля. Почему? Потому что хананейский раб, он находится, он же не просто раб хананейский, да, который у хананейца же рабствует, он хананейский раб у какого-то еврея, да, и, как мы знаем, на хананейских рабов распространяется частично заповеди они начнут соблюдать, там, или что-то такое, да, то есть, в каком-то смысле нижний край, да, еврейского народа, это потенциальный еврейский народ. И получается, да, что такая вот фигура, здесь эти две аналогии, они оказываются чем? Они оказываются, по сути дела, описывающими вот эти крайние точки, что ли, да, народа Израиля, да, высшую точку и низшую точку народа Израиля, и каким образом может происходить в этом случае, собственно говоря, возникновение этого самого союза, да, для того, чтобы это произошло. Мы видим, что вербальный акт может принадлежать женщине, то есть голос, да, это голос женщины в случае поручителя, или, например, это голос мужской, да, но обращенный к посредованным образом, да, то есть не через кого-то, да, вот тебе сотня и будь посвящена такому-то, да, то есть здесь мужскую роль скорее, да, или роль вот этого посредника, что ли, да, роль посредника может играть как раз народ Израиля. В каком случае народ Израиля может играть роль посредника, посредника, описываемого в мужских категориях? Говорили, что народ Израиля в качестве мужского образа, да, это народ Израиля по отношению к Тори, по отношению к Богу он в роли женщины, и по отношению к Тори он вроде в роли мужчины. При этом, по-видимому, в качестве посредника между Богом и народами мира, например, да, он, возможно, тоже выступает в качестве мужчины, а не женщины, уже если необходимо представить себе, да, этот брак между небом и землей, как брак между Богом и народами в целом. И тогда он играет роль вот этого самого посредника, который, возможно, собственно говоря, обеспечивает, что обеспечивает некий механизм, аналогичный тому, что происходит с освобождением хананейского раба, который в итоге приводит к некому бракосочетанию между миром небесным и народами мира, в принципе, которые выступают в качестве женщины. Это как бы, я не могу сказать, что вот так нужно именно читать, да. Я говорю о том, что здесь можно предположить такого рода метафорический подтекст, который объяснит, собственно говоря, саму эту игру, да, потому что мы видим, что здесь ясно, что это своеобразная игра, пусть и такая юридическая игра, да, то есть фантазии такие, да, вот если так, он скажет, если так, он скажет, но фантазии не простые, а связанные, да, вот у нас есть сделка, вроде бы, есть два, как будто бы поначалу, да, то есть есть два действующих лица. Мужчина и женщина, все третьего действующего лица нет, а здесь как бы вводится это третье лицо, и получается своеобразный треугольник, да, кто-то получает или кто-то говорит наоборот, чтобы этот брак состоялся, то есть вот это введение третьей фигуры, оно как бы усложняет саму структуру брака, да, то есть она теперь не просто два, так сказать, компаньона, да, организовывающие некие отношения, подобные денежным отношениям или имущественным отношениям, а есть фигура уже такая тройная, да, где проявляется усложненный вариант, да, усложненный вариант бракосочетания. Ну, хорошо, значит, это относительно вот этих любопытных и не очень понятных, тем не менее, несмотря на предложенную интерпретацию, я все равно говорю о том, что да, это не то чтобы слишком понятная история. Теперь, значит, задается вопрос, ну, это все из той же серии, да, это продолжается наша семья, Бай и Рава, спросил Рава. Это мы почитали. Почитали вот здесь, Бай и Рава, спросил Рава. Здесь женщина дает мужчине сотню и говорит, я буду тебе женой. То есть, скорее, с этого надо было бы начать, да, то есть, когда я просто меняю инициативу, да, здесь явно женщина уже дает деньги, то есть, там мы сказали, неизвестный человек по инициативе, то есть, она точно не совершает, она совершает вербальный акт, но она не совершает акта передачи денег, потому что там она говорит, что дай сотню какому-то, и я буду тебе посвящен. А здесь она передает деньги, да, то есть, деньги идут в обратную сторону. Она говорит, вот тебе сотня, и я буду тебе посвящена. Возможно ли такой вариант? Мау. Амар марзутра мишмейды рав папа. Микудешит. Рав марзутра, со слов Рава папы, говорит, нормально работает. Амар ли рав аш ли марзутра? И тогда рав аш ли говорит, он говорит, им кэн, гава ли нехасим шееш лаим охараю, никним им нехасим шеэн лаим охараю. Вэанан ив катнан. Нехасим шеэн лаим охараю, никним им нехасим шееш лаим охараю. Бекесэв, бештар, бехазака. И здесь возникает некий вопрос у Раваши. Мау. Марзутра решает, что все это работает. А Раваши задает ему вопрос. Видите, здесь подробный комментарий Раши приведен. Из твоих слов видим, что женщина посвящена приобретениям, которое называется заодно. Подобно тому, как можно купить движимое имущество заодно с недвижимым имуществом. Вот эта фраза, да, здесь она переведена, то есть она не переведена, а объяснена скорее, да, потому что буквально здесь сказано следующее. Есть имущество, у которого есть ответственность, и есть имущество, у которого нет ответственности. Это классическое разделение. В Талмуде имущество на два типа. имущество, которое чем-то обеспечено, и имущество, которое ничем не обеспечено. Имущество действительно, как здесь объяснено, имеется в виду, чаще всего имеется в виду движимое имущество и недвижимое имущество. Недвижимое имущество – это, на самом деле, вообще-то говоря, земля. То есть земля – это и есть, собственно говоря, то имущество, у которого есть ответственность, как бы, да, то есть чем-то обеспечен. Какой-нибудь там чайник, торшер или еще что-то такое – это, конечно, ничем не обеспечено имущество. Причем здесь женщины, тем не менее. Мы уже говорили с вами о том, что сама метафора, точнее, метафорические, так сказать, вектора, они разномаправлены. Поэтому каждый раз, когда мы говорим о определенной метафоре, то хорошо бы проверить и другие направления этой метафорики. Одна из метафор возможных – это самая карка. Карка – это земля или земля Израиля, или земля вообще. Это тоже метафора женщины. И человек овладевает, собственно говоря, землей. В каком смысле как овладевает женщина? Но это на уровне метафорическом, а на уровне юридическом, раб, например, он тоже рассматривается как нечто аналогичное земле. То есть это имущество, у которого есть ответственность. То есть человек – это что, движим имущество или недвижимое? Он характеризуется как имущество недвижимое, или точнее, имущество, у которого есть вот эта самая мера ответственности. И тогда утверждение раба Аши, оно такое. То есть получается, что она дает деньги и говорит, что вот смотри, я тебе даю деньги. Деньги – это что? Деньги – это аналог недвижимого имущества. То есть деньги – это то, чего нет какой-то дополнительной ответственности. это аналог имущества движимого. И я тебе буду посвящен. Женщина сама является как раз, если рассматривать ее с точки зрения вот этих законов об имуществе, как человек вообще, человек – аналог земли, то оказывается, имуществом гораздо более серьезным, то есть тем, у которого есть вот это самое ответственность. И получается, когда здесь говорится, что она приобретается заодно, то есть она за счет денег, которые являются в каком-то смысле неким эквивалентом того, что слабее, приобретается то, что оказывается сильнее. Так я сейчас выражусь на вот таких вот словах. То есть нечто более важное приобретается за счет чего-то менее важного. То есть деньги, чайник или еще что-то такое, то есть какая-нибудь вещь, это нечто не такое важное. А вот земля или человек, который приобретается, предположим, как, например, Раф, это нечто более ценное. И вот Рафаши говорит, Мару Зутри, что смотри, у тебя получается, если ты говоришь, что это работает, у тебя получается, что нечто более важное приобретается за счет чего-то менее важного. Вместе с ним. То есть оно как бы к нему прицеплено. А мы учили, говорит совершенно другое, мы учили, что как раз преимущество, которое является важным, если я покупаю, например, землю, я покупаю все, что на земле. Это нормально. Я говорю, все, я покупаю у тебя поле. Понятно, что если я покупаю поле, там на поле стоит, не знаю, палатка какая-нибудь, какие-то вещи. Я приобретаю все, или домик, небольшой, или что-то такое. Я приобретаю все. Это нормально. Когда что-то более важное, к нему присоединяется, нечто менее важное. А у тебя все наоборот. И тем самым он ставит вот этот самый вопрос того, что Марзутра неправ как бы. Ну, давайте прочитаем комментарий Раши. Да, я объяснил уже, собственно говоря, но можно это другими будет словами, просто то же самое объяснение. Женщина посвящена приобретениям, которое называется заодно. Заодно вот с тем приобретением монетки, которую она дает сотни. Подобно тому, как можно купить движимое имущество заодно с недвижимым имуществом. Так и женщина дает приобрести себя заодно с деньгами, которые она дает мужчине. И вот о способе вот этим заодно говорится следующее. Подовец может продать движимое имущество вместе с землей. И поскольку покупатель приобретает землю одним из трех способов при помощи денег, документа или через хазаку, хазака это презумпция, то он приобретает вместе с землей и движимое имущество. Хотя без земли такое имущество нельзя приобрести вот этими тремя указанными способами. А эти три способа действительно в конце нам говорится «бекесев», «бештар», «беказака». Они нам, конечно, напоминают три способа приобретения женщины. «Бекесев», «бештар», там было и «бэбия», то есть половой акт, а здесь не половой акт, а хазака. Хазака, как я уже сказал, это презумпция. И что это такое? Это квалификация того или иного владения как принадлежащего тому или иному человеку. Как это происходит? Ну, например, мы знаем, что там в течение трех лет человек живет на вот этом участке земли, его обрабатывает и так далее, и так далее, и возникает презумпция того, что он является владельцем. Для того, чтобы приходит кто-то третий и говорит, что нет, это мое поле. Для того, чтобы это доказать, ему нужно предоставить документы, что-то, то есть он не может просто так заявить, что он хозяин. Почему? Потому что действует презумпция, что этот является хозяином, а не ты. И по сути дела нам в этой барайте, которая приводится, говорит о том, что что вот такого рода недвижимое имущество. То же самое касается, например, человека, раба. То есть если я вижу, что человек служит у некого господина какое-то время, а потом вдруг либо он сам, либо кто-то другой говорит, что нет, я не принадлежу ему, я не его раб, или это мой раб, а не его раб, он не может его извлечь, естественно, потому что ему можно привести тогда какие-то доказательства. У нас есть презумпция того, что это хозяин. Получается, что презумпция является также способом приобретения. То есть если есть презумпция того, что это принадлежит кому-то, то в каком смысле его, пока не доказано обратно. Так вот, исходя из этой барайты, Рафаши пытается опровергнуть саму идею того, что женщина может себя вручить, вручая деньги. Потому что тогда получается, что она как бы влечется за чем-то менее важным. И так это не работает, говорит нам Рафаши. Кто на это отвечает Марзутра? Марзутра на это отвечает следующее. Он говорит Амарли. Ну, Марзутра здесь не сказано, здесь говорится о том, что просто есть ответ на это. Вот это вся барайта, да. Ну, видите, в переводчик пишет, сказал ему Марзутра, ответил Рафаши. Ну, в самом Калмуде это не сказано, но можно предположить, конечно, что он самый ответил. Он ответил так, или Талмуд ответил за него так. Он ему отвечает, и ответ этот в общем на самом деле признает справедливость слова, слов Рафаши. Нет, заодно она не может, она не может, так сказать, быть приложением к деньгам. Нет. Он ему говорит, что да, она не сказала ему, что я тебе буду принадлежать заодно с вот этой сотней, которую я тебе передаю. Нет. А что? Он говорит, на самом деле речь идет об очень важном человеке. Если речь идет об очень важном человеке, что это меняет? А меняет это то, что она получает некое удовольствие, опять слово она, удовольствие, польза, она получает некое удовольствие от того, что он принимает у нее подарок. То есть эти деньги, а эту сотню, она не дает эту сотню с тем, что она будет вместе с этой сотней еще и в качестве приложения она себя как бы к этой сотне пристегивает и говорит, вот вместе с сотней возьми и меня. Нет. Она дает ему сотню. Эта сотня является подарком. Это важный очень человек. Он принимает этот подарок. Она ух, хорошо. То есть она получает удовольствие от того, что он получил подарок. И вот это удовольствие, которое она получает и является, собственно говоря, тем эквивалентом денег, которые он должен был бы ей передать. То есть у нас теперь вот эта ценность, она теряет всякие, вся материальность этой ценности улетучивается достаточно, чтобы женщина получила какое-то удовлетворение. такое вот, например, прекрасно, пашный человек принял от меня подарок и благодаря этому получается, что не она его как бы, не она себя вручает, а он ее приобретает. Но приобретает за счет чего? за счет вот этого удовольствия, которое она получила, дав ему, не дав им подарок, дав подарок, это маловато, нужно, чтобы он принял этот подарок, и вот принятие им этого подарка оказывается тем как бы актом, который является актом покупки в кавычках этой женщины. Такая получается сложная немножко по картинам. Но опять я все-таки добавлю этот самый метафорический уровень, который возможен здесь это собственно инициатива, которая исходит от народа, то есть инициатива, исходящая от народа, который хочет, так сказать, оказаться женщиной царя-царей, это в том числе вручение чего-то народу, в данном случае аналогом этой самой сотни может быть все что угодно, жертвы приносим, молитвы возносим или еще что-то там такое, такого рода действия, действия направленные как бы от народа в сторону Бога, могут оказаться действенными в том плане, мы говорили с вами про то, что сам этот брак, он брак такой, хотя с одной стороны вечный, с другой стороны бракосочетания перемежаются разводами и отчуждением, то есть он более того сам мужской субъект, если иметь в виду отношение Бог народа Израиля, сам субъект он изменчив, и аналог смерти это изменение образа собственно говоря этого самого субъекта, просто как бы другой субъект в глазах народа это другой субъект, тот Бог, который воспринимался определенным образом, как бы с ним произошел развод, а с другим произошло бракосочетание, но это возможное метафорическое прочтение, в том числе и вот этого перехода, перехода инициативы к женщине, и то, что нам здесь говорится, что понятно, что нельзя себя вручить вместе с чем-то, что, собственно говоря, является менее важным, чем сам народ, но может произойти вот такое взаимодействие, при котором некий акт принятия окажется тем, что заодно является ценностью, которую приобретает инициативы, 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 то же самое, а что то же самое, вопрос, конечно, что то же самое, да, то же самое и в отношении имущества, ну, давайте причитаем то, что нам здесь приводится перевод «Раши», вышеучили о способах, которые годятся для кедушин, которые можно вывести из законов о поручителе и хананском рабе, а также из объединения этих законов, и Марат отмечает, что они годятся и для аналогичных способов купли-продажи, вот, это вот эта фраза как раз, да, также учили для минеравы, то же самое в случае торговли имуществом, например, некто продает поле другому и говорит «Дай свою сотню такому-то и мое поле будет куплено тобой». Сделка засчитывается по закону о поручителе или говорит «Возьми мою сотню и твое поле будет куплено таким-то». И тоже сделка засчитывается по закону теперь уже о хананском рабе, да, то есть вот эти имущественные взаимоотношения мы и так понимали прекрасно, да, что мы эти аналогии собственно и проводили. Или говорит «Дай сотню-то комната и мое поле будет куплено и сделка засчитывается». То есть в каком-то смысле это более-менее очевидно, но тем не менее, да, Талмуд подчеркивает, что имущественные сделки, они похожи на это таким же образом. И нам говорится «Вецриха». Как это вопрос, а зачем, собственно говоря, зачем говорить об этом? Не очень понятно, зачем говорить об этом. И вот Талмуд говорит, зачем говорить об этом? «Дай и ашмунинам и души и шум дега и та нихала бихольду кедер и шлаки дам и шлаки штав лимейтав танду мили мейтав армилу». Вы, наверное, слышите, это звучит как стишок такой «Тав лимейтав танду мили мейтав армилу». Что часто в Талмуде встречается, то есть высказывание, оно такое поэтическое, это высказывание Рейш-Лакеша. Он говорит, что если бы мы вот это все, что сейчас мы учили про женщину, когда она говорит так, так, или эдак, или кто-то со стороны ее мужа в каком-то смысле покупает, будущему мужу, про женщину, если бы мы только это учили, то тогда мы могли бы сказать, что это соответствует тому, что говорил Рейш-Лакеша. Что он говорил? Он говорил, что он говорил на языке простых людей, поговорками говорил, да, вот это здесь тоже подчеркивается, что это поговорка, эти поговорки, они как раз извините, звучат всегда вот таким вот образом, да, то есть хитроустроены. Лучше жить вдвоем, чем жить вдовой. Вдовой здесь не обязательно вдовой, имеется в виду, то есть без мужа, это ведь комментарий раньше, то есть вдвоем, то есть с мужем, чем без мужа. То есть если вы мучили только про женщину, то мы могли бы сказать, что все это проходит, почему? Потому что женщина стремится замуж, да, то есть ей хорошо быть с мужем, поэтому в каком смысле ее готовность оказаться в замужестве это совершенно не то же самое, что готовность какого-то имущества перейти от одного хозяина к другому, имущество ни к чему не стремится, а женщина стремится, и поэтому мы могли бы сказать, что это работает для женщин, для имущества не работает. Ну хорошо, а если бы мы учили это только про имущество, то почему бы нельзя сказать, что это действие это про женщин, ну, потому что человек может вступить в свое имущество, не ну, подарить просто, да, то есть имущество может быть подарено, имущество может быть передано, а кедушин нет, да, то есть здесь просто так дело не обойдется, да, то есть здесь невозможно передать, невозможно, ну, здесь, как Раши пишет, нельзя отказаться от денег посвящения, можно было бы сказать, что в принципе, да, то, что касается кедушин, это необмениваемый товар, так сказать, то есть опять же товар возьмем скобки, в отличие от любого имущества, несмотря на то, что нам описывают, да, вот этот механизм кедушин в терминах, которые оказываются терминами из имущественного права, тем не менее есть серьезное отличие, какое отличие, что это не то имущество, которое можно передавать, менять и так далее. Так что Павлов нам сейчас здесь говорит, что правильно, что нам сказал, дополнил свое высказывание Рава, он говорил, что вот такие механизмы действуют кедушин, и такие же механизмы действуют имущество. Женя говорит, что женщина стремится к цельности, скорее всего, не зная насчет цельности, что такое цельность, в данном случае, не очень понимаю, Рейшлакеш говорит, что она стремится быть не одной, ни о какой цельности здесь вводить речь, нет, хочет просто быть с мужем, какое утверждение, странное, но для нашего времени странное, как завтра, еще не так давно, было не очень странно, но хорошо, значит, эту судью мы прочитали, теперь переходим к следующей, следующая судья оказывается еще более странной, чем та, которую мы сейчас прочитали, мы ее как-то пытались осмыслить, да, и возможности какой-то метафорической интерпретации в том числе, здесь возможно, я еще раз подчеркиваю, что это какие-то возможности, не обязательно, что именно так нужно это читать, ну, а теперь нам говорится следующее, амарава, иткачили ле хеци, вот совсем странно, мужчина говорит женщине будь посвящена для моей половины, здесь имеется ввиду половина, не половина, в смысле, как мы говорим, его половина, его супруга, а здесь половина, это просто моя половина, он говорит, что он хочет ее отделить, посвятить себе, сделать ее посвященной, но не всему себе, а половинки себя, чудно, правда, половинки себя, он говорит, вот моя, ну, так представь, половину, да, значит, про моя правая половина, ты будешь женой моей правой половины, а левая половина пока что будет, типа, свободна, и что нам говорят, мы куда дальше, нормально, да, то есть, можно так сказать, можно так сказать, и она будет посвящена, ну, естественно, что Талмуд формулирует и альтернативный вариант, но если говорит, это половинка тебя будет мне посвящена, то так это не работает, тогда нет, не совершается кедуши, ну, естественно, что мы в полном недоумении, что это за еще такие штуки, да, половинка, половинка, посмотрим, как Талмуд из этого выкручиваться, задав вот такие каверзные вопросы, или представив такие сюрреалистические ситуации, амар ли, абай ли, рава, бай говорит, рава, майш нахэц, ех, некудэш, итли, дэйна, некудэш, иша, амарахамана, вилоха ци, иша, ахинами, иш, амарахамана, вилоха ци, иш, он говорит, что почему у тебя так получается, что в одном случае да, в другом случае нет. Если ты имеешь ввиду само высказывание библейское, там, в иках иш, иша, и возьмет мужчина женщину. Если ты говоришь, что сказано в Писании возьмет мужчина женщину, конечно, женщину написано, а не половину женщины, но тоже так же написано, что возьмет мужчина, а не половина мужчины, значит, Так давай решай. Если там половина работает, то и здесь должна половина работать или нет. Потому что Абай, задавая этот вопрос, полагает, что Рава вывел это из этого стиха и возьмет мужчину-женщину. Амарли. Га-ха-ха-шта. Атам итта ливей трей лохази. Эла гавра ми лохази ливей трей. Она говорит, нет, не в этом дело все. А в чем? А в том, что женщина для двоих не... Здесь лохази, красиво сказано, мы такого не видим. Не видится. Женщина для двоих не видится. А мужчина для двоих вполне себе видится. Видите, здесь переводчик, чтобы избежать этого хази, видится, не видится. Он просто пишет, не годится. Женщина для двоих не годится. То есть не может быть женой двух мужей, поэтому она не является посвященной. А мужчина может иметь как раз двух урона, может быть и больше. И тогда получается, что когда он говорит, будь посвященный моей половине, он, по сути дела, заранее предупреждает женщину о том, что он собирается жениться еще на одной женщине. Говорит, что вот половина, моя половина будет, так сказать, твоим мужем, а вторая половина будет, может, другой женщиной. Ну и здесь не нужно представлять себе какого-то распиливания. Это просто фигура речи. Естественно, что и там, и там это будет цельный человек. Просто употребление вот этого слова хетци говорит лишь о том, что он собирается жениться еще на одной женщине. Он мог бы тогда сказать и треть. Потому что, в принципе, мужчина может брать хоть сто женщин. Он мог бы сказать, будь с моей женой на одну сотую меня предупреждая, что он собирается взять себе составить гарем из ста женщин. Я не случайно употребляю эти сотню, потому что это у нас звучит у Рамбома, в Мишне Тора, звучит такая фраза, что мужчина может себе влиять хоть в ту жену, если он может их обеспечить всем тем, что мужчина должен обеспечить женщину. А именно, у нас есть несколько вещей. Мужчина должен обеспечить ее, как говорит Талант, одеждой. Имеется в виду, видимо, просто обеспечить ее. И в том числе половой жизнью. И вот если мужчина способен обеспечить сто женщин половой жизнью, ну и пропитанием, естественно. И, пожалуйста, тогда можно. И еще я почему это упоминаю, хотя, по-моему, про это уже говорил, что, собственно говоря, такую вот моногамию, она у нас держится на, с точки зрения закона еврейского, она держится буквально на каких-то, можно сказать, ниточках. Потому что, собственно говоря, она была введена в ашкеназских общинах. В XI веке Рабейн Гершом. Рабейн Гершом постановил, что мужчина не может иметь большептной жены. Тоже в силу экономических причин. То есть бедные ашкеназские общины, мужчины разорялись, и все это было сложно. И он вынес такое постановление. Причем это постановление он вынес на тысячу лет. Тысяча лет уже закончилось. Сефарские евреи не имели вообще такого, потому что на имя не отписал свой кодекс уже после Рабейна Гершом. И поэтому вот еврейская моногамия, она, так сказать, является скорее, так сказать, подражанием, что ли, европейской культуре, нежели законодательно обоснованной вещью. Хотя есть и некоторый законодательный аргумент такой, что несмотря на то, что вот этот Хэром Рабейну Гершом, то есть это постановление о моногамии уже свое, так сказать, тысячу лет уже прошло, даже устаревшее постановление нуждается в некоторой отмене. Чтобы его отменить, необходим некий кворум раввинов, который бы принял решение, и так далее, поскольку такого кворума не было, то он продолжает действовать. И тогда получается, что ашкенасские евреи действительно не могут брать себе больше одной жены. Но из сефарских евреев это, в общем, как бы не распространяется. Но это так, сколько, для того, чтобы мы представляли себе ситуацию, а в Талмуде, естественно, ситуация другая, и... вот эта проблема, да, проблема такого рода высказывания с половинчатостью, да, она объясняется таким образом. Так Рава объяснил свою точку зрения. Сказал Марзутра сыну Рава Мари. Нет. Сказал Марзутра сын Рава Мари Равине. Что он сказал? Он сказал... «Винавши тулаки души бэхула». Ведь посвящение распространяется с половины на нее, на всю. То есть он говорит о распространении, да, винивши тулаки души бэхула. То есть он замечает следующее. Он говорит, что когда человек говорит, «Половина тебя будет мне посвящена, почему бы нам не сказать, что тулаки души, то есть вот это посвящение ее, оно как бы имеет свойство распространяться. Он взял, как бы сказал, «Половинка твоя мне», и она распространилась. Откуда такое представление о распространении? Вот это представление о распространении Марзутра берет из Барайта. И, собственно, он и говорит, «Ми лотани, разве мы не учили?» «Аумер, рагла шельзо ола, тие кула ола». «Мы действительно учили, говорит он, что мы учили, мы учили Барайта, в которой говорится, что если человек, стоя перед живой коровой, говорит, что нога этой коровы будет жертвовать, он посвящает ее на это свободное его решение, он решил посвятить эту корову жертву, принести в жертву. Если он говорит, нога этой коровы, то вся корова становится, приносится в жертву. То есть в каком-то смысле вот это отделение ее, отделение для храма, или мы бы сказали, опять же на русском, мы сказали «святость». То есть святость имеет свойство распространяться. Он осветил ногу, а она в жи, и распространилась на всю корову. И даже по мнению того, кто говорит, видимо, есть спор, что она не становится вся этой самой жертвой, а только нога. То есть нужно продать скотину из-за часть полученных денег, то есть стоимость ноги принести вла. То есть есть по-видимому спор, есть спор, распространяется или не распространяется вот эта самая святость, или душа в рамках одного и того же объекта. То есть я посвящаю часть его, и в жих, он весь становится. Или нет. Кто-то говорит, нет, если нет, тогда что мне делать? Я ногу посвятил, а скотина-то живая, бегает. Тогда вот необходимо эту скотину продать, потом выкупить как бы в каком смысле ногу. То есть стоимость ноги, у меня теперь корова превратилась в стопочку монет. Я отделяю эту стопочку, из этой стопочки отделяю те монеты, которые касаются стоимости ноги. И на эту сумму, не знаю, покупаю горлицу, там, предположим, или что-то такое, и приношу ее в жертву, и тогда получается, что я принес в жертву ногу. Это один из вариантов того, кто считает, что вот эта святость, она не имеет свойства распространяться. Значит, аль-магдиш, да варши анашамат луя, бога вий фула ула. Вот тот, кто говорит, что вот такое свойство, оно не обязательно работает, он говорит, что оно не обязательно работает только в том случае, если действительно я посвящаю, ну, ногу, например, или там уха, или там хвост. Почему? Потому что от этого не зависит жизнь этой самой коровы. А вот если я, например, скажу, что я посвящаю сердце этой коровы, то тогда даже тот, кто возражает против распространения святости, на самом деле не может возражать против того, что в таком случае она распространится. То есть, если я посвящаю что-то, какой-то орган, да, жизненно важный, без которого эта корова жить не может, ну, тем более, если я говорю, половина коровы, то понятно, что даже для того, кто отрицает распространение в случае ноги, признает это распространение в этом случае. Ну, и тогда получается, что? Тогда получается, что, поль скоро человек сказал, половина, да, пусть твоя половина будет мне посвящена, а половина – это жизненно важное в любом случае, да, то есть, как ни отрежь, как ни так, грубей, все равно, так сказать, жизнь не сократить, он же не сказал, рука, палец, но, слуха, он сказал, половина, половина – это жизненно важная, в любом случае, часть, и тогда должна распространиться, да, то есть, вы видите, что есть попытка провести аналогию распространения к душе, это же душа, душа, то, что мы называем на русском святость или отделенность, так же, как происходит это с отделением в случае животного, так же и здесь это отделение может работать, говорит нам, марзутра, или точнее, марзутра возражает против вот этого самого аргумента, равы, что половинка с женщиной не работает, он говорит, работает, не работает, вот если она распространится, то все нормально, почему бы нам так не сказать, сейчас вопрос, Марина, этот закон мне касается ситуации, когда человек наполовину раб, наполовину свободный, если я не ошибаюсь, в другом месте Гемара говорит, что такой человек не может быть ни с рабыней, ни со свободной, женщина из-за своей второй стороны, и может быть, кто-то пытался бы так выйти, из-за ситуации. Да, возможно, здесь есть определенная связь с этим рабом, действительно, который может быть наполовину свободный, наполовину не свободный, наполовину свободный, необходимо его превратить, да, принуждают его хотя ему его отпустить, если он наполовину свободный, потому что наполовину свободным быть нельзя. Но имеет ли это прямое отношение к вот этому распространению отделенности или нет, это как бы отдельный вопрос, да, потому что там это не к душа, да, то, что касается раба, это что-то другое, да, то есть шиабуд и к душа все-таки разные вещи, несмотря на то, потому что у нас были аналоги, да, и с рабом, и с этим, но это все-таки разные вещи, но у нас еще возникнет подобного рода как бы ситуации, да, с рабом, и половина, и наполовину раб у нас будет участвовать, да, поэтому пока вопрос этот мы запомним, да, и будем шать его в голове, насколько это имеет отношение, в том числе к освобождению раба. Ну, хорошо, но в итоге аргумент понятен, да, то есть это некое возражение против мнения, согласно которому нельзя сделать женщину макудэшит, сказав ей, что половина тебя будет макудэшит, значит, нам здесь приводят мнение, согласно которому вроде бы должна женщина быть макудэшит. Ну, и дальше на это Талмуд отвечает сам Талмуд или равина, ми да ми, разве это похоже? гатам бэгима, гаха да ата хэрит. Теперь нам Талмуд говорит то, что мы в принципе могли бы с самого начала сказать, да, что как же вы, как можно проводить аналогию между женщиной и животным, это нехорошо, 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 кроме всего прочего, да, гемара говорит нам здесь, да, что это не похожие вещи, одно дело храмовое посвящение и посвящение женщины, несмотря на то, что и то, и другое от глагола лекадыш, эгдыш или кедушин, то все равно там, в случае с коровой, она полностью принадлежит хозяину и не нужно какого-то согласия ее на принесение в жертву, то есть это действительно просто объект в каком-то смысле, который хозяин решает, он приносит. А здесь есть дата хэрит, другое мнение, другое знание, другое понимание, то есть ну здесь переводится сознание, можно дат конечно перевести в данном контексте, в контексте может быть и можно перевести как сознание, то есть здесь необходимо ее согласие, согласие женщины, и поэтому вот этот механизм автоматического распространения к душе не работает, для этого нужно ее согласие вроде бы, то есть мы могли бы сказать, ну хорошо, а если она согласна, он говорит, и вот половина тебя, она говорит, да-да, очень хорошо, тогда будет распространяться или нет, Талмуд сейчас этот вопрос не задает, но подчеркивает принципиальное отличие, то есть принципиальное отличие, оно состоит в чем, мы могли бы на сегодняшнем так сказать, то есть одно дело отношение субъект-объект и другие другое отношение субъект-субъект, то есть женщина в каком смысле здесь признается, хотя мы все время видим, что есть ситуации, когда Талмуд вроде бы рассуждает о женщине по аналогии с объектом, а в данном как раз эпизоде он неожиданно или может быть ожиданно, Талмуд говорит о ее субъективности, то есть это отношение субъект-субъект, а не субъект-объект. И что? То есть здесь говорится следующее, то есть нет сходства, здесь другое сознание, кроме всего прочего, пример, который иллюстрирует это, он такой, то есть рабе Йохан говорил, вот представим себе корову, которым принадлежит двум хозяевам, один из них половину ее посвятил храму, а потом выкупил ее Хазарвы, Лакхавы и Гдишат, после этого он выкупил половину своего компаньона и второй половины и тоже посвятил ее. И что же происходит с этой коровой? Она душа, то есть она отделена, но не идет в жертву. Почему? Почему она не может быть принесена в жертву? Потому что посвятив первую половину он не сделал всю ее посвященной, поскольку требуется согласие второго компаньона, вот здесь субъективный, как она работает. То есть если у меня есть объект, который принадлежит двум субъектам, то тогда вот эта самая душа, эта святость она не распространяется. Необходимо согласие этого самого второго субъекта. и даже когда он выкупает половину и потом посвящает ее целиком, все равно это не работает, потому что она как бы не была полностью посвящена, то есть она как бы была посвящена половинкой. То есть он здесь что имеется в виду, что наверняка он может сделать следующее, то есть если он посвящает просто вторую половину как бы докупил и присовокупил, то она не приносится в жертву. И остается, как Раша говорит, эту скотину предназначенную для жертвы продать и на вырученные деньги купить другую для жертвы, то есть принести ее замену. И в завершении вот этих слов Раби Йохановна сет мура это как раз и есть вот самая замена. И если делать для этой скотины замену, то тогда получается, что все нормально, она становится как корова, которая у него была. И из этого высказывания Раби Йохановна мы делаем три вывода шмамина тлат шмамина то есть три вывода из высказывания Раби Йохановна какие они они таковы бали хаим нитхим животные становятся непригодными для жертвенника навсегда если были признаны непригодными до шхиты то есть вот эта корова половинку которую он посвятил она не работает и собственно говоря поскольку она один раз казалась отвергнутой от жертвенника то даже потом когда он ее докупил и еще раз посвятил это не работает второе дихуй то есть непригодное для жертвенника в самом начале непригодно навсегда и третье еж дихуй бедомим то есть непригодное для жертв и животное становится непригодным навсегда и распространяется также на случай когда посвящение делались не для принесения жертвы а для денег ну мы вот эти три вывода может быть рассмотрим уже в следующий раз более подробно да то есть они как бы не касаются судя по всему да самого нашего самой нашей судьи сама наша судьи оговорила возможность или невозможность посвятить половинку женщины да то есть это не работает вроде бы это все нам твергли показали даже исходя из идеи распространения мы не пошли это женщина точно не работает и отдельно привели высказывание Раби Йоханова с выводами из этого высказывания которое касается жертвенных животных это мы в следующий раз чуть более подробно разберем а сегодня мы на этом остановимся если есть вопросы какие-то давайте есть Марина в чате я могу одну секунду Эмиль одну секунду вопрос Марина мне уже ответили а окей тогда Эмиль пожалуйста мне очень понравилась эта идея поручательства с Моисеем и я вот вспоминаю что там как бы было двухстороннее такое то есть сначала Всевышний поручил Моисею сказать все что нужно народу Израиля и он сказал что вот а он ответил значит все что скажет Всевышний то сделаем и тогда он означает встречу и на этой встрече потом народ сам уже это сказать увидев что это Всевышний говорит и все и боится и он опять поручает Моисея иди ты говори с ним а мы боимся и получается что любопытно да очень красиво да спасибо да Илья у меня один общий вопрос второй наверное еще общий так первый вопрос мы ранее читали про разные способы кедушины и всех рассматривали а сейчас мы очень сфокусировались на деньгах и здесь повод для критики иудаизма начиная от канта заканчивая любыми современными нападками если то есть со стороны может показаться почему деньги и мы говорили там про удовольствие про как бы некий символизм но здесь мы уже углубились ну вопрос ну то есть короче все наши метафоры связаны с деньгами почему им такое большое внимание придается вопрос всем трем способом уделяется примерно одинаковое количество рассуждений просто мы сейчас находимся в рамках большой темы приобретения с помощью денег она просто еще не закончилась потом будет приобретение с помощью документа потом все и второй вопрос тоже такой общий немного спекулятивный для того чтобы нам быть этим коровами или женами кем угодно нам является ли для этого нужно ли для этого условия чтобы мы себя ими ощущали то есть мы например одновременно и жена господа одновременно может быть в какой ситуации уготовлены для жертвы если человек говорит извините я не очень хочу быть им этой жертвой играет ли это значение через призму авторов талмуда то есть насколько у меня субъектная роль для того чтобы вот эти все различные различные насколько я субъектен для того чтобы все эти роли играть у них не стоит этот вопрос то есть вопрос стоит как бы иначе если ты внутри проекта условно говоря ты принимаешь собственно всю его ну как мы бы сегодня сказали аксиоматику и тогда ты просто ты просто проецируешь если ты нет то ты пытаешься выйти из этого проекта то есть твоя субъективность может быть может заключаться в том что ты говоришь ребята у вас тут что-то не то мне все это не нравится пошел в каком смысле отрицать один из нюансов или одну из компонент вот этой общей картины очень странно зачем собственно говоря ее отрицать одну и признавать другую коль скоро это действительно ну некая система система она же как она возникает да по-моему тоже когда-то говорил не так давно но еще расскажу как возникает вообще в принципе вся вот эта метафорика она возникает следующим образом мы на самом деле про небеса ну и про бога мы ничего сказать не можем то есть тогда получается что что нам то что нам остается нам остается вот наш мир в котором мы живем да и переносить отношения которые у меня есть в этом мире на те отношения которые у меня есть с небесами все больше ничего и поэтому довольно странно мне говорить о том что я это переношу а это не хочу переносить ну хорошо тогда ты просто у тебя нет цельной картины они проецируют как бы все возможные отношения можно сказать я же говорю да то есть серьезное возражение это возражение просто по отношению к самому проекту как таковому да сказать что ребята у вас тут что-то бред какой-то я пошел они правда не отпускают ну ты плохой еврей там как Илиша Бенавуя такой он сказал все я ухожу ну не так чтобы его там отпустили да все равно там как-то по крайней мере коллективное сознание говорит о том что ты выйти за пределы этого комьюнити не можешь это с их точки зрения да то есть понятно что спиноза вот вышел говорит ну и плевал я хотел на ваше то что вы говорите что я не вышел я просто плохой плохой так сказать исполнитель этого проекта я просто вне проекта но нет иудаизм настаивает на том что просто плохой исполнитель ты не можешь выйти за пределы проекта а если я немножко продолжу вопрос и скорее не с точки мы не берем современность где человек говорит вот в это верю в это не верю там бог у меня в душе да мы как бы мы там но если автора Талмуда а с точки зрения ну человека который вот на своей земле и вот ему не хочется быть жертвой то есть он ну я землю копаю там виноград возделываю мне вот эта вот вещь не очень нравится тут вопрос предположения мы не знаем но если судить там по каким-то источникам могло ли у человека возникнуть или возникало ли такое зафиксировано или такое в каких-то документах такой дискурс о том что в целом проект принимаю но с поправками либо сознание человека времени составляет Талмуда таково что у него как бы не возникает не согласия с какими-то отдельными частями этого проекта или с толкованием есть с толкованиями как раз есть собственно говоря споры которые мы видим это и есть собственно говоря попытка иначе толковать но иначе толковать это не значит как бы отрицать да то есть я могу сказать что вот тот или иной механизм здесь не работает или такого рода проекция здесь не годится я хочу видеть это иначе это нормально да то есть собственно говоря то что мы читаем вот они споры да один говорит святость распространяется другой говорит святость не распространяется это различные интерпретация определенного рода метафора которая может существовать в тех или иных сферах и областях и таких споров полно но делать дырку что ли да вот в этой картинке она как как бы не предполагается из толку иначе если ты дырявишь у тебя просто получается дырявая картинку ну вот пример спиноза то есть он как бы ну не то что я одну сторону отходит либо там отрезает кусочек какой-то вот этот мое это мнение спиноза это другая совсем история да то есть спиноза в каком-то смысле привел пример этого или шабриновую до или шабриновую ахер он как говорится начал рубить насаждение то есть в смысле стал демонстративно нарушать аллаху демонстративное нарушение аллахи это на самом деле демонстративное отрицание символики которые в этом заложены для них к культуры мудрецов талмуда это не просто как спиноз сказать да надоело ничего я буду с этими шаббатами там свет включать не включать сидите вы нафиг здесь другое то есть лишь обиновое это некая альтернатива какая альтернатива такая что вся символическая система отрицается все это все не то я я увидел что-то я понял что это все не то вот это образ этого самого отступника на то есть есть у нас отступники в талмуде но вы которые отрицают отрицают когда они отрицают все это отступник это как бы ошибкой грубо говоря времени то есть ну какой-то такой элемент случайного распределения когда появляется отступник либо это какое-то свидетельство медленного изменения парадигм то что спиноза он как ну то есть он появляется не не пение полторы тысячи лет назад как этому грубо говоря приходит мышление влияние философии влияние там греческой культуры но это уже другое да то есть это уже отступники как бы это ну это символы изменения некой парадигмы в коллективном сознании либо это просто случайные такие флуктуации нет с точки зрения мудрецов то у нас же есть корпус какой у нас нет альтернативного корпуса если бы этих отступников было много или за илишей бы на вы пошли бы массы и так далее у нас появился бы другой альтернативный текст или что-то в этом роде ну как текст спиноза например мы имеем дело с толмудом который в каком-то смысле цельный он в себя включает многочисленные толкования прочтение и прочее прочее спорь сколько угодно да то есть про это можно спорить сколько угодно но сама картина не отрицается а отступник это тот кто отрицает всю картину ну в этом плане как бы спиноза и не подтверждает карту не отрицает он просто про другое да он просто про другое но это другое время совсем понял спасибо за ответ хорошо друзья до следующего окей всем счастливо пока все готово Продолжение следует...